Всех приветствую! Хочу выразить вам свою благодарность за то, что вы отвлеклись от своих важных дел, нашли время, чтобы внимательно посмотреть ролик, в котором я просила вас о помощи. За ваши комментарии, за теплые слова, за ваш выбор. С уверенным отрывом победил вариант на мое усмотрение. По мере возможности я покажу вам несколько вариантов, рамочек. Так, показать все не обещаю, но попробую сама выбрать какие-то варианты, на основе которых вы сможете сами пофантазировать и сделать свои варианты. Начнем с наиболее простых вариантов внутреннего края и загибок. Давайте рассмотрим первый вариант внутреннего края, как он выглядит на образцах уже видно. Делается очень просто, быстро и самый, наверное, легкий вариант. Самый простой, легкий и быстрый. Но есть варианты, вот вы видите, можно делать по-разному. Здесь вот стойки кратно двум. Через одну стойку ставится трубочка, сложенная пополам. И такие вот, как бы, дуги. Тоже просто их сформировать при помощи какого-нибудь предмета, например, крышки. Здесь кратно пяти. Ну, допустим, вы что-то другое придумали, только единственное, что рассчитайте, замкнется ли у вас круг. И вот такой вот вариант тоже очень просто. Делается вокруг какого-нибудь предмета. В данном случае у меня кисточка, может быть, ручка, толстая спица. Вот такими вот петельками получится. Как поставить стойки? Я обычно беру вот одну стойку, примеряю ее и рассчитываю. Вот я где-то два ряда хочу сплести, а вот этот участок у меня весь пойдет на загибку. Загибка будет очень простая, небольшая, необъемная. Поэтому я рассчитываю на то, что мне его хватит. Все остальные стойки, чтобы не измерять, я их сравниваю прямо с этой. Вот так складываю вот это место. Немножечко помнем, чтобы трубочка не сломалась. Ставим. Следующую. Ставим. Ну вот мы с задачей справились. Можно начать плести. Мы прямо этой трубочкой, наверное, и начнем. Есть один такой момент, который мне бы хотелось с вами обговорить. Я вот в начале ряда вот эту трубочку очень хорошо прям складываю. Сейчас гляну так поближе немножко. Складываю прям вот очень тщательно пополам и кладу ее сгибом к середине зубчика. Вот когда ряд закончим, я вам покажу и расскажу, почему именно так. Вот чтобы он здесь такой не был, сгиб пухлый, прям как следует его нужно сплющить и пошли плести. Лучики поправляйте, потому что они легко вот так двигаются. Нужно следить за ними. Здесь уже нарастим. Пусть вас не смущает, что рамочка маленькая, зато мы будем делать быстро все. А принцип на большой или на маленькой будет одинаковый. Просто у меня есть маленькие такие миниатюрки, которые мы сейчас оплетем. И будет такой пример, как это делать. Количество стоек на рисунок в данном случае никак не влияет. Есть такие образцы, варианты я показывала в предыдущем ролике. А там именно количество стоячков играет роль. Здесь нет. Так. Еще какая-то. В конце эти срезать пожалела. Так вот, лучики поправляем. И сейчас вот смотрите, я уже почти замкнула ряд. Остался один стежок. И если я сделаю вот так, как бы по плетению бы надо, да, то у меня вот здесь будет ступенька. И это будет видно. А мы сделаем вот что. Зачем мы, в принципе, к сгибу клали, к середине зубчика клали сгиб, потому что, смотрите, переплетение находится как раз на середине зубчика. И чтобы не было так сильно заметно, где мы начинали, мы начинали с середины. И сейчас, смотрите, я вот эту трубочку не под эту пару стоек кладу, а прям наоборот. Сначала с нее начинаю. Вот. Под наш сгиб. Кстати, тут очень хорошо все поднимается. И можно прям аккуратненько трубочку туда уложить. Еще лучше приклеить прям. Ну, я сейчас не буду просто заморачиваться по этому поводу. А вы, если есть такая, ну, такое желание сделать все очень качественно, то лучше, конечно, приклеить. И пошли плести второй ряд. Уже все просто. Редактор субтитров А.Семкин и вот опять у нас закончился ряд. И делаем то же самое, ту же самую операцию. Чтобы замкнуть ряды, чтобы не было заметно, где мы начинали. И, в принципе, вот здесь уже трубочки можно отправлять назад. Под стойки закладываем, потому что сейчас мы будем делать загибку. Они нам будут мешать. А этими рабочими трубочками мы будем обратную сторону оплетать. Я не буду увлажнять трубочки, будь что будет. А вы, наверное, если они у вас недостаточно влажные, лучше, конечно, увлажнить. Я просто время не хочу терять. У меня есть вот такое вот приспособление. Две крышки я прям таким винтиком скрутила их. И предварительно я вот так всегда немножечко мну трубочки, даю им какое-то направление. Это недолго, быстро, зато они у основания не будут так сильно мяться. Легко одевается на палец. Кстати, можно не обязательно вот маленькую крышку, это, по-моему, от кетчупа, от какого-то крышка была. Можно сделать пластмассовый, например, у кого есть наперсток. Ну, вообще, я не знаю, нужно, не нужно. Может, кому-то поможет. Кто-то посмеется, скажет, что придумала еще. Ну, я у кого-то с этим легче как-то. Они, ну, податливее, что ли. Вот вначале ведь трудно их согибать, потому что они ровные. Так, и теперь делаем вот что. Под одну, на две и сразу наизнанку. Под одну, на две и сразу наизнанку. Выводим. Вот здесь немножечко посвободнее. Так, под одну, на две. Так, я, наверное, сниму вот с приспособления. Мне будет проще. Ну, пока так. Вообще, я вот не советую вот этого делать. Особенно, кто первый раз это делает. Это, конечно, можно перемять всю рамочку. Но, поскольку я уже это не первый раз делаю, постараюсь как-то этого не допустить. Так. И наизнанку. Потом мы немножечко их оттянем. Под одну пару, имеется ввиду. На две пары. И наизнанку. Очень простая. Очень быстрая в один этап загибка. Смотрится вполне себе достойно. Почему-то, когда голосовали, вот эту загибку так не оценили. Ну, дело в том, что еще, конечно, да, выглядит она по сравнению с объемными загибками не так выигрышно, скажем. Но зато делается очень быстро. И для новичков, возможно, будет хорошим вариантом. Тем более, вот у меня здесь миниатюрки маленькие. И для них какие-то объемные, большущие крышки, конечно, эти крышки, господи, рамки, конечно, не годятся. Как-то не очень гармонично будут смотреться. Я даже их поднимаю, чтобы мне удобно было. У меня не очень влажные трубочки. Поэтому они не очень хорошо поддаются. Они уже подсохли. А вы, конечно, перед тем, как будете загибать, немножко увлажните, подождите. Вот так. Опять под одну, на две. И вот малюсенькие такие хвостики у нас уходят на изнанку, на обратную сторону. Ну, вот поверьте, нам их вполне хватит. Сейчас мы еще вот их подтянем немножечко, поправим. Вот такая вот получается загибочка. И еще раз повторяю. Под одну. Но это видео вы остановите, внимательно посмотрите. Вот смотрите, все-таки приспособление помогает. Таких особенных заломов-то нет. Немножечко их направлением дали. И они прекрасненько так ложатся. Эту загибку можно сделать и в два этапа. Допустим, сначала поднять их все наверх, а потом заправлять. Но мне кажется, что вот такой, конечно, вариант лучше. Потому что практически вот мы сейчас в самом конце немножечко тут позаправляем концы. А так, в принципе, она очень быстро делается. Под одну, на две и сразу наизнанку. И все, у нас уже там есть стойки наизнанке. Мы можем вполне уже плести обратную сторону. Безо всяких лишних телодвижений. Так, это у нас стойки. То есть рабочие трубочки. Немножечко вот их подтягиваем, потому что вот здесь они еще не очень хорошо у нас ложатся. И вот у нас здесь отверстия образовались, которые мы вставляем. Теперь опять, смотрите, под одну, на две и вот сюда. Не вот сюда, а вот сюда. Так, и здесь у нас под одну, это вот под следующую. И заправлять не очень много. Вот единственное, наверное, на последнем этапе, вот здесь единственное, вот эта вот пара заправится. оттянем как следует. И вот здесь очень легко определить. Вот смотрите, здесь есть хвостик, здесь он есть, и его нет вот где. И опять же, не сюда, не вот сюда, а именно вот под. Вот сюда. Заправляем. И вот у нас получилась такая вот вполне себе миленькая рамочка. Небольшая. Тут вот у меня петля уехала. Сейчас мы ее вернем на место. Чуть перетянула. Ничего страшного. В принципе, можно назад вернуть. Это я вот когда показывала, чуть-чуть тут дернула ее. Конечно, осторожно надо, потому что здесь они у нас, в принципе, оно будет держаться в рамке, конечно, но когда мы плетем, оно же ничем не держится у нас, вот эти петли. Они же просто стоят, мы их оплели и все. Вот что у нас получилось. Сейчас мы примерим картинку. Ну, все, по-моему, замечательно. Все, можно оплетать уже изнаночную сторону. Ну, вот сколько времени прошло. Так, я сейчас сплету. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова